Фестиваль «Троицын день» прошел в Петербурге. Его организовал благотворительный фонд «Милость мира» при поддержке городского комитета по культуре Санкт-Петербургской епархии. Информационным партнером стал наш телеканал. Открылся фестиваль «Молебном», который отслужил настоятель храма воздвижения честного и животворящего креста Господня, основатель фонда «Милость мира», священник Серафим Дейнес. Идея проведения фестиваля возникла в прошлом году. Городской примитет по культуре выделил субсидию. Районная администрация предоставила площадку, размещала информацию на различных носителях, чтобы как можно больше жителей района стали участниками праздника. Он проводится в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между администрацией и благочинием. Это мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре. Цель его – это обратить внимание людей, в первую очередь, на наши традиции православные, народные, исторические, строительственным днём очень много связано в культуре Руси, русского народа, ну а также обратить внимание людей на помощь ближнему. Благотворительный фонд «Милость мира» помогает пострадавшим в результате боевых действий. И мы как бы дарим людям праздник и в то же время призываем их не быть равнодушными горею и бедам других людей. И, конечно же, слава Богу, всё получается. У нас хорошая команда сложилась, поэтому мероприятие хорошо организовано. А церковь полна талантливыми людьми, которых можно пригласить, чтобы выступить на концерте или как-то украсить то или иное действие в мероприятии. И, безусловно, фестиваль «Троицын день» – это фестиваль про любовь. И я очень рад, что мы в Приморском районе, администрации Приморского района, совместно с благочинием Приморского района и с замечательным фондом «Милость мира» можем делать и делаем такие замечательные мероприятия, как сегодняшний фестиваль «Троицын день». Это любовь. И мы желаем всем жителям Приморского района любви, счастья, радости. И с радостью их здесь видим, видим целыми семьями и проводим замечательное время вместе. Прошел концерт с участием детских творческих коллективов, взрослых, церковных и светских коллективов, среди которых хор Крестовозреженского храма и ансамбль «Русская песня» при Владимирском соборе. Хочется пожелать, чтобы таких мероприятий было больше и больше. И вот все жители окрестных домов вот здесь время проводят. Слава Богу. Руководитель Союза православных поваров России, ведущий телеканала «Спас» Олег Ольхов рассказал о блюдах русской кухни, которые готовятся на Троицу. Пеклись караваи, пироги с яйцом и зеленым луком. Зелень – символ Троицы, а яйцо – символ Пасхи. Мы угощаем людей. Люди угощают и благодарят нас. Так и должно быть каждый день. К сожалению, каждый день такого не бывает, но хотя бы на праздник, на великий праздник Троицы, день рождения церкви. Мы дарим радость друг другу, это прекрасно. Ну и для меня это, конечно, еще один повод напомнить людям о русской кухне. Это цель моей жизни. Повара изготовили Троицкие блюда и желающих продегустировали. Прошли мастер-классы по плетению из лозы и бересты, изготовлению открыток, а также Троицкого венка из лозы, полевых цветов и лент. Победительницам конкурса венков вручили призы – Троицкие караваи.